Не прекращаются стычки между палестинцами и израильскими военными на границе с сектором Газа. Там снова погибшие, среди них есть уже дети. Израиль утверждает, что боевики под прикрытием акций протеста пытаются проникнуть на его территорию, а палестинцы говорят, что у них мирные намерения. Наш корреспондент Сергей Ауслендер наблюдается противостоянием. Протесты не стихают, несмотря на огонь снайперов и активное противодействие армии. Палестинцы по-прежнему пытаются прорваться на израильскую территорию, жгут покрышки, всеми способами пробуют проломить забор безопасности. У военных категорический приказ при таких попытках стрелять на поражение. Очередная жертва – 15-летний палестинский подросток. Мухаммед стоял безоружный, они стреляли в него, вооруженные из-за укрытия. Они убивают наших детей, чтобы те не могли бороться за свои права. Палестинцы, убедившись в бесполезности попыток прорыва, избрали новую тактику. Теперь они запускают в сторону Израиля воздушных змеев с коктейлями молотов. В одном случае им даже удалось вызвать сильный лесной пожар. Армия по-прежнему предупреждает, что любая попытка агрессии, прорыва или нападения на солдат будет пресечена самым жестким образом. Это обученные и тренированные люди, которые настроены решительно и, по сути, представляют из себя армию. Жители Газа их поддерживают и готовы их снабжать и кормить. Это своеобразная комбинация. Они тратят свое время и силы, чтобы нас провоцировать. Протесты длятся уже месяц. Марш возвращения, так эту акцию называют в Газе. Арабы требуют возвращения беженцев в Израиль. Утверждают, что акции мирные. Военные возражают. В них уже стреляли. Уже обезврежены несколько фугасов, заложенных под прикрытием демонстраций. Разведка докладывает, что среди протестующих замечены боевики. Накануне Хамас выложил в сеть видео, на котором его снайперы рассматривают военных в прицелы. Среди военных, находившихся под прицелом снайперов Хамас, были несколько высокопоставленных офицеров. В ответ на публикацию этого видео, министр по делам разведки Исраиль Кад заявил, если кто-то из офицеров пострадает, Израиль немедленно возобновит точечные ликвидации руководителей Хамас. Сергей Услендер, Хабар-24.